Продолжение следует... Но, к сожалению, это будет совершенно нормальное чувство. Перед стартом ролика хочу вам напомнить, что поддержать свой любимый клуб или же клубы по различным видам спорта, при том даже с киберспортивными дисциплинами, всегда можно в компании GGBet, которая дарит вам плюс 200% бонус на первый депозит по промокоду TOPBasket. Ссылочка находится в закрепленном комментарии, как и все подробности, но мы начинаем. Почему этот выпуск называется лучший из худших? Да все потому, что игроки, которые выступают в таких коллективах, как Чикаго, Оклахома, Сакраменто, Миннесота, Детройт или же Орландо, последние несколько сезонов, и в частности в этом, занимаются тем, что из кожи вон лезут, лишь бы вытащить свои команды в область постсезона. И надо признать, что у некоторых из них это выходит в текущей регулярке более чем. И, собственно, именно поэтому они, на мой взгляд, достойны и вашего внимания, и хотя бы короткого, но обсуждения. Стартуем Зака Лавина, парня, вышедшего в сезоне 20-21 на совершенно иной для себя уровень, лучший в карьере. И показывающий сейчас, что баскетбол в Чикаго при его самоотдаче может чуть-чуть, но все-таки надеется на то, что впервые сезона 17-18 засуха по части постсезонов будет прерванной. И команда, наконец-то, хоть скорее всего и коротко, но окажется в играх на выбывание. Все мы с вами знаем, что Зак всегда мог похвастаться очень неплохим бросочком из-за дуги, при том броском, который не единожды уже приносил победы его команде даже вкладчих. Однако, теперь же, если рассматривать дальние выстрелы, то процент его реализации достигает просто потрясающих отметок, равных 44%, многие из которых совершаются с дриблинга, а не из статичных положений. Также, что немаловажно, его броски со средней дистанции. Внутри трехочковой линии процент релиза Зака прямо сейчас равняется наилучшим в его карьере цифрам, 58%, что еще раз говорит, насколько качественный скачок по части выстрелов он совершил. И, к сожалению, только лишь в силу того, что он выступает за Чикаго Буллс, многими эти самые факты, и в том числе и мной, не замечались до этого вовсе. Да, безусловно, нам есть и за что покритиковать реактивного Зака, за его продолжающееся избегание контактов в транзишнах, хотя, если рассматривать со стороны цифр, то качество, например, штрафных бросков, пока что тоже показывается им наилучшее в карьере. И это, безусловно, очень сильно радует. Плюс процент рушутинга. Не знаю, в курсе ли были вы этих цифр, я лично узнал об этом только тогда, когда начал копаться в числах, но он сейчас равняется 64,5, что при соотношении к проценту задействования более 25 будет выводить Зака в пятерку лучше гардов ассоциации, составляя конкуренцию таким ребятам, как Стефану Карри, Карри Ирвингу, Дэмину Лилларду и Джеймсу Харду, но что говорит, опять же, о его эффективности. Да и по форвардам, в принципе, ситуация будет примерно похожа. В итоге, если посмотреть сейчас на индивидуальные цифры всех игроков Чикаго и сравнить их с цифрами Лавина отдельно, то даже Марканин или Коби Уайт при их очень неплохих показателях один фиг будут с колоссальным разрывом уступать Заку, который во многом, пока его главные тиммейты боролись с травмами, продолжал брать на себя игру, обеспечивая команде не только 18 место по части офенсиврейтинга, но и позволяя им до сих пор находиться очень близко к зоне плей-офф на Востоке. Напишите в комментариях, как, по вашему мнению, удастся ли при таких командах, что есть сейчас на Восточной Конфе, пробиться в плей-офф Чикаго или же хотя бы в плей-ин, ожидаете ли вы в ближайшее время обмена Заку Лавиной Стана Быков и куда бы вы его в таком случае, например, отправили. Кстати, еще бонусом тут можно отметить и Тадеуса Янга, который хоть уже и по годам и далеко не Янг, но в смолбольной пятерке Буллс уверенно он занимает главенствующее место под кольцом, умело работая с большими соперников на генерировании на себе фолов в нападении, растягивая защиту на дуге, плюс пересчете на 100 владений с ним и без него это совершенно разные коллективы, поэтому отмечаем Янга и гоу дальше. Следующий на очереди Ларри Нэнс-младший и бедный Кливленд. Тут, пожалуй, буду более чем краток, потому что понимаю, что если вы, допустим, как и я, не так часто следите за играми Буллс, то с поединками Кэвса дела, наверное, обстоят у вас еще хуже, ибо там интересен либо процент побед над топовыми командами Запада или Востока, либо же интерес появляется только тогда, когда в этот самый Кливленд возвращается Леброн. В остальном же там есть Колин Сэгстон, Джаред Аллен, готовящийся на обмен Драмон с Мобоем и Ларри Нэнс, без которого, как выясняется по прошествии восьми последних матчей, которые он пропускал, кавалерам приходилось ох как несладко. Но почему же тут интересен будет именно Ларри Нэнс, спросите вы? Ну, во-первых, если мы посмотрим на проценты его реализации из-за дуги, то 38% это не такая уж и плохая циферка, согласитесь, учитывая факт того, на какой позиция, прежде всего, играет Ларри Нэнс. Во-вторых, стилы. По части отборов, которые равны у него сейчас с учетом пропущенных игр 1 и 9, это будет одним из лучших показателей среди игроков фронткорта вообще. Хотя проведи Ларри на паркете все те 8 игр, которые были ранее пропущены, возможно, этого статистика так и держалась у него свыше 2, как, например, имелось у него по прошествии первых 16 поединков. И что одновременно делает Ларри Нэнс по итогу не только полезным по части нападения игроком, но и по части защиты, где сочетание его размах рук с атлетизмом и скоростью может оказывать колоссальное влияние на команду, где с ним на паркете Кливленд имеет плюс 2,4 поинта на 100 владений, а без него минус 14,4. Также добавьте сюда еще и очень приятный контрактик с 20 миллионами на 2 года, и вы получите классного ролевика, которого вполне возможно и в скором времени мы будем наблюдать в качестве усиления для любой другой команды, но только не для Кливленда. Еще год назад Малик Бизли, казалось бы, провожал свою только начинающуюся карьеру в Денвере куда-то в область забвения и извечного просиживания на банане. Однако, после того, как его таланты были перевезены из Наггетс в Миннесоту, да, не самую перспективную команду надо признать на минувший день, но Малик умудрился даже при этих обстоятельствах раскрыться настолько сильно, что теперь Райн Сондерс вполне себе может считать Бизли одним из основных игроков своей ротации. Окей, пока я писал этот сценарий и довел его, в принципе, до ума, Сондерса уже успели кикнуть нахрен из роста и поменять возможный вектор развития его бывшего клуба, но на тот момент, пока он все-таки был, сказать можно одно. В то время, пока Таунс и Рассел поочередно вылетали из-за травм и не могли в очередной раз обеспечить своему коллективу вменяемое будущее по части победы, как следствие выхода в постсезон, то Малик Бизли в этот момент и на своих минутах был просто бесподобен. Опять же, если говорить об эффективности, то по трушутингу, равному 58%, он будет одним из лучших командировщиков, чего, согласитесь, очень непросто добиться в условиях, сложившихся в последнее время в Миннесоте. Плюс реализация с дальней и, в особенности, с дальней с углов, опять же, можно сказать, очевидно считается прорывом. Единственное, конечно, чего не хватает Малику сейчас, это... Глядя сейчас на то, с каким соотношением побед и поражений двигается, набитый пиками до безобразия коллектива Заклахомы, можно, конечно, только расстроиться. 14 побед при 19 поражениях, почетное 12 место на Западе, но, наверное, это и неудивительно, ведь когда ты теряешь практически всех основных игроков своей ротации, оставаясь с одной либо молодежью, либо ролевиками, и нового результата ожидать и не стоило. Однако есть среди всего этого забвения парень, который однозначно достоин упоминания в сегодняшнем выпуске, и зовут его Шай Гилжес Александр, показывающий на текущий момент времени просто потрясающий прогресс по части набора очков, по части процента реализации, при том с дальней, средней и линией бонусов, и показывающий, безусловно, прогресс по части исполнения роли главного плеймейкера в команде. Его нестандартный подход к созданию моментов для атаки и очень порой странные, но эффективные приемы при обыгрыше уже неоднократно ставили даже самых классных игроков обороны против него в тупик, когда Гилжес обыгрывал их на очень медленных шагах, но с использованием невероятных обманных движений, что позволяет ему сейчас быть, во-первых, абсолютным лидером по количеству проходов, что говорит о том, где сконцентрирована главная атакующая мощь Гилжеса, верно, в заходах в зону, ибо, по аналогии с Ламелло, он, обладая ростом в 196 сантиметров, изначально имеет преимущество перед менее габаритными защитниками. Во-вторых, кажущиеся порой сложными эти самые проходы он реализует с потрясающей статистикой. В-третьих, он умеет невероятным образом генерировать моменты, прежде всего, для самого себя, что, по данным NBA Advanced, видно, если посмотреть, как атакует парнишка, когда им совершается три и более ударов. Да и вообще, процент реализации атак без чьей-либо помощи у него, сами видите, на каком уровне находится. Особенно, если учитывать факт того, сколько ему лет, в какой команде он играет и сколько матчей он проводит на площадке. Поэтому Шай однозначно заслуживает звания лучшего среди худших, и я лично уверен, что в ближайшие сезоны его звезда еще обязательно зажжется. И, возможно, говорить позже мы будем о нем не как о недооцененном перспективном фрешмене, а как о самом настоящем лидере своей команды, способном на затаскивание коллектива куда-то в область постсезона. Вы знаете, у меня к вам есть один вопрос. А вы вообще в курсе, что в стане Орландо Мэджик есть такой парень, как Никола Вучевич, и, собственно, который прямо сейчас вышел на свой карьерный максимум с цифрами сопоставимыми со многими топовыми игроками по его позиции? Если да, то это просто потрясающе, и, скорее всего, вы являетесь персональным болельщиком либо Вучевича, либо Орландо. Если же нет, то смотрите. На данный момент времени Вуч показывает совершенно невероятные цифры. Им было выдано уже два 40-очковых поединка. Он усредняет третий сезон подряд с дабл-даблом, при том с 20-ю поинтами в среднем на борту. Опять же, если смотреть за три последних сезона в совокупности. А в этом и вовсе 24 поинта пока что у него имеется. Его процент реализации из дуги равен гребаным 40%, а пару дней назад и вовсе равнялся еще 43-м. И этот парень, кажется, считается единственным игроком в ротации Мэджик, который удостаивается хоть какой-то против себя персональной обороны наряду вообще со всеми остальными игроками Орландо. Вообще, конечно, невероятно странно видеть Николу до сих пор в таком коллективе, как Мэджик, где фактически его таланты вынуждены находятся в заточении. Как бы он ни старался, но при таком, к сожалению, наборе игроков под боком, максимум, что светит его команде, это вновь первый раунд с восьмым посевом и билет обратно до дома. Отчего порой становится невероятно обидно, что при наличии таких талантов фронт-офисы многих, кстати, клубов в NBA, так и не могут выстроить грамотно подходящий ростер вокруг своих звезд и не пытаются при этом кардинально переосмыслить свой подход к игре. Просто представьте на секундочку, что тот же самый Вучевич мог бы дать условному Бруклину. Так кто-то может обязательно упрекнуть его за отсутствие характера и желание не всегда рубиться до последнего под кольцом, но то было, на мой взгляд, 4 года назад, при том совершенно при иных обстоятельствах и совершенно при иной игре. Сейчас же, как мне кажется, все изменилось в лучшую сторону. И Вучу, максимально преданному клубу из Орландо, возможно, стоило бы рассмотреть свой переезд в коллектив, который борется за места, ну, чуть повыше, чем восьмое или девятое на Востоке. Ибо он рискует так и остаться прекрасным центровым с отличным набором навыков, но в команде при этом, которой абсолютно на все эти факторы наплевать. К слову, если вы думали, как Никола тут неожиданно недавно оказался на All-Star уикенде, вот вам 50 неоспоримых причин, после прочтения которых реально начинаешь понимать, почему его персона просто обязана была там оказаться. Так, о ком мы с вами сегодня еще могли поговорить, но не поговорили? О новом Орлеане, Хьюстоне, Вашингтоне и, пожалуй, Детройте. Если вам интересно и вы хотели бы увидеть продолжение ролика подобного плана и на подобную тему, вы, в принципе, сами знаете, куда нажимать. Кнопочка лайка внизу, комментарии тоже внизу. Достаточно просто написать «Я хочу еще» и все. Больше ничего не надо, мне станет понятно, чего вы желаете. У меня же, господа, на сегодня все. Ставьте большие пальцы вверх, если ролик вам зашел. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежих выпусков. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. И всем пока.